Все смотрят экспозицию, разные стенды. Как сказала одна моя клиентка, это цвет одиночества, поэтому я стараюсь минимализировать использование его. Производство разное, да, там я, помните, вам рассказывала историю, как варить суп, да, морковку, свеклу или картошку в каких пропорциях положить. И тогда ваши интересные идеи будут воплощены, и о вас узнает мир. Привет, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. И сегодня мы находимся на фабрике Перонда в Испании. Я вам покажу новинки и постоянно действующую экспозицию прямо здесь, в Испании, на фабрике. Вот, посмотрите, этот стенд показывает, как можно оформить зону спа. Здесь рельефная плитка на стене, вот она. В виде камушков раковина со столешницей. Песочная гамма, понятная всем нашим клиентам, и очень любимая. На этом стенде мы видим сочетание плоской плитки, ну, как бы не рельефной, но шершавой. И вот такой, как бы, объемный, с геометрическим рисунком. Безусловно, дерево. Дерево любят все. Керамическая плитка с имитацией дерева. Такая коллекция может быть не очень популярной, но те интерьеры, в которые она потребуется, можно будет найти именно здесь. На мой взгляд, очень симпатично и оригинально. Очень модный шеврон. Это когда вот две параллельные линии и под углом скос. Можно полностью создать уголок из дерева. Пол, стена и... Вторая стена из каких бы таких фрагментов. Это стенды с имитацией, наверное, бетона. Такого неравномерного, потертого, затертого. А вот эту коллекцию мы использовали в своем проекте под названием «Квартира в ЖК Европа-Сити». Сейчас там полным ходом идет ремонт, и в скором времени уже будет укладываться эта плитка. Посмотрите эту коллекцию. Что важно отметить? Дело в том, что у этой коллекции нет фона. Эту плитку, поскольку это керамогранит, можно укладывать как на стену, так и на пол. Мы это делаем в нашем проекте. Ссылочку, кстати говоря, на этот проект я оставлю в описании. Посмотрите. И фон. Фон надо выбирать из другой коллекции. Но, в принципе, можно на этой фабрике. Мы в своем проекте выбирали из другой фабрики. Такого плана плитка в моде. Как бы с неровностями такими. Она имитирует плитку, которую раньше изготавливали в старину. Под старину она такая. Вот еще вариант. Это коллекция Гармония. И вот это эстетика. Идите, посмотрите. С плавными линиями. Ну, у меня не вызывает она восторга. Но вполне возможно тоже может быть. По крайней мере, те, кому нравятся плавные линии, могут использовать это в своих проектах. А мне понравилась вот эта коллекция. Она в фиолетовом, сером. Еще в каком-то цвете. Дизайн вот этой парочки. И навеян этот дизайн был оформлением окон. Жалюзи. Видите, вот жалюзи приоткрыты. Жалюзи сверху открыты. Снизу открыты. В разные стороны. Вот такая тема здесь. И есть еще в зеленом цвете. То есть вот эти образцы, вся цветовая гамма, она здесь представлена. Ну, я на самом деле фиолетовый цвет не очень люблю. Как сказала одна моя клиентка, это цвет одиночества. Поэтому я стараюсь минимализировать использование его в своих проектах. Потому что хочу, чтобы все мои клиенты были счастливы. У всех были семейные пары. Плитка продолговатой формы с геометрическим рисунком в зеленой гамме. Белый со вставками такими выпуклыми тоже может быть интересно. И модные мятные. То есть если вы смотрели видео с выставки, вы уже, ну, часа 2019-го, вы уже запомнили, что в моде мятный. Вот он. И розовый. Ну, на мой взгляд, это цвета 2019-го года. И, в принципе, все варианты серого, я считаю, что надо использовать, потому что они вообще из моды не выйдут. Продолжение следует... А это появились модные оттенки, теплые, да. То есть наши клиенты любят теплые оттенки. И поэтому вместо белого с серыми прожилками, теперь практически каждая уважающая себя фабрика стала выпускать плитку с бежеватыми оттенками. Интерес представляет, на мой взгляд, вот этот вот вариант, когда выкладывается бабочкой. Плитка, ну, такие варианты из натурального камня, как правило, из лебов выкладываются. Размер этой плитки метр шестьдесят на, кажется, девяносто. И вот вы видите, раз, два, три, четыре. И получается вот такой красивый рисунок, который можно сочетать с любым фоном, например, с деревом, в данном случае с паркетом, дизайн Версаль, или просто с фоном. Появились в коллекции еще матовые вот эти вот плиты с желтоватыми золотистыми прожилками. Ну, опять же, вот коллекция Версаль, можно ее взять на заметку. Такого рода похожая плиточка у нас в проекте «Крестовский делюкс». Большие белые слэбы. Ну, крупноформатная плитка четко заняла свои позиции на рынке на сегодняшний день у многих производителей. И вот эта в темном исполнении ванная комната смотрится очень нарядно и благородно. Таким образом можно оформить, например, переговорную. Отделка стен может быть не только с покраской, но и, например, с плиткой. Причем, видите, если ее использовать в черном цвете, в глянцевом, то она отражает поверхность и смотрится очень торжественно. В то время как матовый вариант плитки делает интерьер более спокойным. Графические черные светильники делают интерьер современным и молодежным. Опять же, здесь мы видим террасу. Полностью заложенная стена с более крупными фракциями, с мелкими фракциями пол. И это в сочетании в одной и той же цветовой гамме выглядит очень достойно. Народ у нас. Все смотрят. Экспозиция. Разные стенды. Вот, видите, вот если бы пришла такая плитка строителей, он бы сказал, Ольга, пришел брак. Нет, это не брак. Это такая коллекция, которая очень большой популярностью пользуется в Европе, потому что в Европе все любят очень все состаренное. У нас в России, кстати говоря, не всегда. Но у меня были проекты, в которых я использовала такую состаренную плитку. Причем была смешная история, когда привезли плитку с такими, скажем так, подтеками желтыми на объект. Строители звонят и говорят, Слушайте, Ольга, там брак, она вся как бы там пожелтевшая, значит, испорченная плитка. Вот, приехала, посмотрела. Нет, все окей. Клиент засомневался. Поехал в экспозицию посмотреть образец уже, ну, в шоу-роме, в котором мы покупали. Посмотрел, да, действительно, она такая. Уже забыл к тому времени, когда она пришла, как она выглядит. Вот такие вот бывают смешные случаи. Кстати говоря, посмотрите, как здесь здорово оформлен стенд. Это как будто бы шахта лифта. Мы сюда заходим. И здесь уже представлены различные коллекции. Ой, жалко, она не двигается. Вот сейчас, вот посмотрите, это дизайнер Франческо Сигара, который делает некоторые коллекции для фабрики Перонда. У него брали интервью, и, на мой взгляд, он хорошую мысль объявил, что, ну, многие студии разваливаются, да, закрываются. Почему? Потому что в основе дизайна и бизнеса дизайна должен быть не только дизайн, но и бизнес, и как бы хороший маркетинг. Плохо будет, если ты вот создаешь интересные вещи, и никто об этом не узнает. Поэтому совет молодым дизайнерам. Не только создавайте прекрасно, но и постарайтесь это показать всем. Участвуйте в различных выставках, конкурсах, и тогда ваши интересные идеи будут воплощены, и о вас узнает мир. И еще по поводу Франческо Сигара хочу сказать, значит, мне понравилось то, что он в интервью сказал, что у меня два дома. Один в городе, по-моему, в Италии, и один за городом. В городе он оформлен, интерьер дома в английском стиле, потому что он считает этот стиль самым стабильным. На самом деле я многим клиентам тоже делаю квартиры и дома, иногда мы называем в традиционном стиле, в американском стиле, но тот же самый английский стиль, который появился в Америке. И, как правило, люди моего поколения такие интерьеры заказывают. Загородный же дом, на удивление, он сделал в современном стиле, потому что у нас клиенты, как правило, хотят загородный дом, чтобы был в каком-то стиле кантри, ну, это английское слово, в деревенском стиле, да, а вот он сделал в современном стиле. Ну, это тоже хороший подход. Кстати говоря, свою дачу я сделала тоже в современном стиле, но по другой причине. Дело в том, что вовремя не получила я квартиру, которую мы купили, к сожалению, застройщик. Повел себя неприлично, он обанкротился, мы не получили квартиру, я купила дом загорода, маленький, он у меня есть на канале. И поскольку я люблю современный стиль, я оформила свою дачу, загородный домик в современном стиле. А вот впоследствии, когда у меня будет еще квартира, та самая, может быть, я ее получу от этого некрасивого, неприлично поступившего застройщика, тогда я уже, наверное, в традиционном стиле оформлю квартиру, чтобы такая она была, более стабильная. А это неоновая такая коллекция, молодежная. Видите, тут разные неоновые дискотичные цвета, а-ля там, не знаю, 90-е или 80-е, скорее всего, 90-е. Эта мозаика выполнена из стекла, поэтому ее можно положить как на пол, так и на стену. Она есть в таком красном цвете, в бордовом, в белом, в сером. И она такая на ощупь приятная, как такой материал феникс. Это тоже вот коллекция Гармония. Друзья, вот сейчас мы находимся на производстве фабрики Перонда. И вот если сравнить с предыдущим видео, где я вам показывала, как изготавливается керамогранит на повиза, производство разное. Там я, помните, вам рассказывала историю, как варить суп, морковку, свеклу или картошку и в каких пропорциях положить. То есть там как бы на всю толщину цвет проходит, замес такой идет, и такой брикетик печатается. А здесь сначала печатается брикет, а потом на него наносят рисунок. Мы сейчас вот это посмотрели, как проходят, видите, вот уже напечатанные листы с рисунком, с фотопечатью. То есть проходит вот через такие валики плитка, вот этот брикет, их так называют, и на него наносится краска. Причем краска в несколько как бы вариантов, слоя даже, да. И вот мы видели, сначала там с белым нанесением покрытия шла плиточка, а потом вдруг она стала неожиданно синей. Вообще вот я даже, честно говоря, не смогла вспомнить коллекции, где вот этот используется, скажем, образец. Ну вот даже такие неожиданные цвета. То есть они только сверху наносятся. Вот обратите внимание на вот эти элементы за моей спиной. Я не знаю, как их назвать. Вот такие вот валики, да. Вот. Плитка на самом деле хранится на этих валиках без обжига. И когда вот кто-то там размещает заказ, то есть на полуфабрикаты там хранятся, и ее отправляют потом в обжиг. Единственное, что в Испании, вот как нам сказали, конечно же, очень влажный клим, это плитка, когда лежит здесь, она набирает влагу, но, по-моему, ее в какой-то тоже аппарат предварительно отправляют, чтобы она еще высушилась, и потом уже, ну, как бы на изготовление, на дальнейшее изготовление. Вы обратили внимание на плитку под такое голубое дерево? Я, например, не увидела в коллекции этой фабрики именно вот таких образцов. И вот сейчас нам представитель сказал, что оказывается фабрика Веронда изготавливает, это испанская фабрика, да, для одной из известных итальянских фабрик вот эту коллекцию. То есть вот они выпускают такими листами, большими, и у себя они уже только нарезают и потом продают. Так что данная фабрика берет производство модели для других фабрик, в частности итальянских. Ну, на самом деле, есть такая практика у многих. Например, вот я как-то показывала видео в рубрике «Вопрос-ответ», где я рассказывала о том, что стиральная и сушильная машина компания «Кюберсбуш» производится в Швейцарии, на швейцарской фабрике. Или, например, ну, у многих вот это вот, особенно по технике, да, скажем, холодильники тоже, например, там тот же самый «Липхер» производят и для «Мили», и для «Кюберсбуш». Ну, просто там определенную линейку выпускают специально для, как бы, этой коллекции. Такая практика существует. На самом деле, не у всех еще полный цикл производства, когда вот эти, про керамическую плитку, не у всех происходит замес, ну, вот этих вот брикетов. Есть фабрики, которые изготавливают брикеты и выпускают коллекцию, например, с глазурью и продают. Но у некоторой фабрики по керамической плитке закупают у основного какого-то производства вот эти брикеты. И далее уже разрабатывают только дизайн, наносятся глазурь, и, как бы, вы получаете исходный вариант. Ну, это, на самом деле, нормальная практика. Ну, вы должны об этом знать. Я вам говорила, что итальянцам, испанцам в Европе очень ценят образцы с каким-то окислением, да? Вот здесь, на стенде, это нарисовано. И здесь уже образец из новой коллекции. Его произвели. И вот, посмотрите. То есть, если вы выбираете для дизайна такую плитку, вы должны с клиентом обязательно посмотреть, чтобы она была такая, и что, когда она придет, чтобы для него это не было удивительным, чтобы никто не подумал, что это брак. Ну, и, безусловно, не забывайте предупредить своего прораба о том, что это дизайн, а не брак. На выставке вы много видели вариантов имитации натурального камня. И вот сейчас уже, знаете, как это в свое время, после классической живописи Пикассо стал делать, там, тот же самый кубизм, да? То же самое в производстве керамической плитки происходит, скажем, изменение. И уже никто не хочет копировать природу, а вот появляются новые коллекции, когда, например, та же самая Калаката, берут ее натуральную, с вот этими серыми прожилками, но делают ее розовую. То есть, ну, какое-то новое видение. То есть, в природе такого камня нет. Делают, ну, какой-то новый. Вот. И вот здесь вот варианты, как бы, представлены. Это новые разработки, эти абсолютно неожиданные какие-то цвета. Ну, и, конечно, вот эта интересная коллекция, на мой взгляд, ну, какому-нибудь очень смелому молодому человеку можно сделать квартиру. Ну, или в каком-то там, не знаю, баре, например. То есть, такой авангардный интерьер. Ну, как видите, обучение может быть не только познавательным и полезным, но еще и приятным. Сейчас нас привезли в ресторанчик на горе, откуда открывается вид на провинцию Кастильоне. И вот отсюда мы видим все те фабрики, которые мы посетили, городок, в котором мы живем. Посмотрите, очень впечатляющий вид. А привезли нас вот в эту церквушку. Раньше это была просто церковь, а сейчас здесь сделали ресторанчик. И вы не поверите, сейчас такой вкусный запах этого обеда, что я даже не знаю, надо уже скорее бежать и обедать. Очень хочется. Сегодня же жарко. Наверное, градусов 27. Поэтому, честно говоря, вот в Испанию, в область Валенсии надо ехать только, наверное, в октябре, как мы и приехали. Потому что, я думаю, в августе здесь застрелиться можно. Вот. По поводу того, что сейчас здесь происходит, на самом деле сейчас в Барселоне какие-то жуткие забастовки, там какие-то костры жгут. Но у Валенсии вроде как спокойно. Вот. Сейчас нам сказали, что закрыли аэропорт в Барселоне. Какое-то бесконечное количество людей ожидают своего вылета. Надеюсь, что никто не рванет к нам сюда, в Валенсию. И мы сможем спокойно потом уехать, работать и разрабатывать для вас дальше проекты. На самом деле, сейчас вот на предыдущей фабрике мы были. Я для текущего проекта сделала подборку. Сразу отправила на визуализации. И вот в Инстаграм как бы выставила, как мы вот выбрали определенный материал для отделки и сделали визуализацию для клиента. Если клиент утвердит, то, в принципе, вот, пожалуйста, уже заказ готов. Очень удобно, потому что все материалы я посмотрела вживую и увидела качество. Качество меня очень устраивает. Поэтому, если клиентка согласится на этот вариант, будет очень здорово и очень красиво. Потом это как бы в тренде. А это вот это заведение, в которое мы сейчас пойдем обедать. По-моему, очень симпатично. Вот смотрите, котик здесь такой милый. Рыжик нас ждет. Плиточка на полу широкими швами, видите, по 5 миллиметров, а может быть даже по сантиметру. Котеночек, кисленько, вот. Попозируй нашим зрителям. Попозируй, попозируй, красотуленько. Ну, это, видимо, нас кто-то приглашает. Ну, здесь, а-ля, средиземноморский стиль. Толстый из дерева. Столешница такого как бы бара, ресепшн. Вот ступенки из какого-то там, типа камня и вот такие из керамической плитки ступени с подворотом. Потолок с балками, белые стены и вот целый зал. Боже мой, какая красота! С вообще великолепным видом. Ну, отличный панорамный ресторан. Супер, да? Вот. Очень классно. Друзья, вот мы и приехали в офис Санческо Сигара. Субтитры сделал DimaTorzok